Потому что я не об этом абсолютно, а о том, насколько сердце у человека лидерское, насколько сердце у человека открытое, большое. Понимаете, кто такой лидер? Почему кафизмы получили эту награду? Во-первых, потому что они лидеры номер один нашей территории. Да, они лидеры, самые быстро растущие в мире, входящие в тройку таких лидеров. То есть они поднялись на десятки мест в рейтинге мирового. Но самое-то главное, друзья, вот там вот стоят команды, они мне мешают. А я хочу сказать очень важную вещь, потому что кто такой лидер? Это тот, кто может ночью ехать в ночь, потому что тебя ждут люди. Кто может провести три семинара, потому что тебя ждут люди. Это тот, кто не важно, там, болеешь ты, не болеешь, не важно, тебя ждут люди. Это тот, кто поддерживает вот так любого человека. Я видела, как Альбина поддерживала глухонемую Наташу, которая боялась говорить на сцене, которая с трех лет не слышит. И вот она, золотой директор, Альбина убирает ее микрофон, убирает сурдоперевод и говорит, на, ты будешь говорить сама, потому что тебе это надо. Потому что этот навык нужен тебе для успеха. Но я рядом, и она стояла рядом. Вот это для меня, я, знаете, меня чувства переполняют. Я бы очень хотела этот микрофон передать Альбине, потому что это тот топ-лидер, который не конкурирует, который делится с вами всем, что знает. Наберите ссылку в мастер-класс в Беларуси. Там Альбина и Ирик все рассказывают о своей системе, все рассказывают о своем успехе. Это как раз тот пример, когда ничего не скрывается, все для вас, пожалуйста, только нужно так же пахать, как Хафизовы. Как они работают, я знаю, это круто. На самом деле, Альбина, я преклоняюсь перед вами, это награда ваша. Но это правда. Я считаю, что это ярчайший пример лидерства. И вы все, наверное, рады, что Альбина сегодня на этой сцене может вам дать напутствие. Альбина, тебе вы подожди. У вас так принято столько дикера и целый один поклонник. У меня сколько времени? Одна, две, три минуты. Три минуты есть? Правда? Но чтобы не получилось, что я дорвалась тут. Я люблю тишину. Классно. Спасибо вам большое, что вы не клацаете вилками. Закончился десерт. Раз уж есть возможность говорить за себя и за Эриком. Я бы хотела немного обмануться в историю. Я не типичный представитель мирового бизнесмена, скажем так. Я не сделала свой бизнес благодаря европейскому образованию. Я не сделала свой бизнес благодаря связям. Я не стала богатым человеком благодаря откатам. Я не типичный, не классический бизнесмен, бизнесмен, скажем так. Я за 10 лет достигла такого результата ценой большого количества ошибок, большого количества падений, правильно и неправильно принятых решений, огромного количества встреч. Что самое важное, наверное, когда говорят, в чем секрет вашего бизнеса и успеха, я всегда говорю, это встречи. Продавцы встречаются с клиентами. Консультанты встречаются с менеджерами. Директора встречаются с командами. Наши партнеры Алифлейм встречаются с директорским, с менеджерским составом. Наши основатели встречаются со всеми успешными менеджерами на конференциях на Золотых и Штатах. Огромное количество встреч – это цена успеха. И если бы 18 лет назад на встрече, на которой меня пригласили в этот бизнес, мне сказали, что мне нужно будет открывать исполу, таскать коробки, клеить обои в 320 испол, которые мы открывали с веки, что мне нужно будет быть техничкой, водителем, грузчиком, визажистом, шоуменом, что мне нужно будет быть кассиром, операционистом, что мне нужно будет грузить и отправлять самолеты, поезда, я бы ни за что на свете не приняла это решение быть лидером Алифлейма. Если бы на первой встрече мне об этом сказали. Если бы в нашем плане успеха было написано, что к вам не будут подписываться люди после ваших классных презентаций. Если бы в нашем плане успеха было написано, что к вам будут подписываться, вырастать менеджеры, они будут уходить. Если бы там было написано, что вас будут предавать директора, золотые директора, и ваши организации будут рушиться, тогда, когда вы только-только встали на путь успеха, вы бы не поверили тоже. Но план успеха – это презентация. Там очень красиво. Пригласи двоих, и ты золотой директор. Пригласи троих, и ты старший золотой директор. Правда? Пригласи четверых, и ты сапфировый директор. Каждый раз между строк учитесь читать, что деньги, деньги, да, вы же все пришли за деньгами сюда, наверное, деньги равно усилия. Усилия над собой, новые навыки, новые люди. И совсем недавно я читала интервью одного богатого японского бизнесмена. Он писал, что я стал таким благодаря тому, что меня уволили с очень высокой должности. И я считаю, что я закаляюсь только в период падений. Ни один бизнес не растет всегда с самого начала, да, по восходящей каждый день. Новый процент, новый уровень, новые люди. Всегда бывают периоды стагнации, периоды падений. Это время осмысления. Я говорю каждый день людям, нужно рекрутировать. Если раньше мы носили заказы, набивали заказы, то сегодня, приглашая людей, я не пишу два часа работать в интернете. Я не говорю ничего не делать, и вся команда построится самостоятельно. Я предпочитаю сказать людям правду. Если ты хочешь быть богатым, обеспеченным, состоятельным человеком, если ты хочешь быть личностью, тебе придется работать. Тебе придется много работать. Это большое количество переписок. Это большое количество предложений. Это те же диалоги, просто они строятся виртуально. И я уверяю вас, что вы найдете своих людей. Вы найдете эти помощи. В этом будет. Если вы этого действительно хотите. Если вам это действительно нужно. Совсем недавно институт головного мозга в Питере имени Бехтерова провел исследование. И оказывается, что наш головной мозг такая же мышца, и она отмирает. Если ты не нагружаешь функционалом какие-то зоны, они отмирают. Когда вы начинаете новое дело, а онлайн направление для меня лично, это новое дело. Для вас, возможно, тоже новое дело. Весь мозг на 100% активен. Вы начинаете креативить. У вас есть воодушевление. У вас есть желание что-то делать. Вы изучаете новый материал. Вы осваиваете вебинарную комнату. Вы учитесь делать анимацию. Включать музыку. За 5 минут. Сначала это трудно дается. Потом вы по ходу презентации можете вставлять туда ролики. Что-то менять. И так далее. Со временем, если какая-то часть мозга не загружается, она акрофируется. Вот, например, почему люди, которые там у конвейера стоят, они делают детали, да? У них вот эта там извилина работает, все остальное отмирает. Они играют в домино, например, или кроссворды отгадывают. Вот есть две извилины, которые работают. Почему, говорят, после 40 лет выучить английский язык практически невозможно, если ты не попадаешь в среду, да, говорящую? Потому что ты 40 лет не нагружал свою память, интеллект, мышцы, не учил, не тренировал. И сегодня тебе это очень сложно дастся. Я призываю к тому, чтобы мозг был постоянно активен. Нельзя проводить одни и те же обстоятельства. Нельзя одни и те же шаблоны посылать людям в интернете. Нужно думать. Нельзя составить текст, и он не будет уникальным и универсальным для всех. Нужно к каждому человеку подходить так, как вам хотелось бы, чтобы обращались с вами. Вот считайте, что это, я так пишу, я так пишу, я нахожу на это время. У меня нет ни одного текста, который бы я послала двум людям разом. Ни одного. И не потому, что я такая, вот знаете, я так считаю, что каждый человек должен быть увиден, услышан, и у него есть своя страничка, своя жизнь, которую он хочет нам транслировать. Правда? Поскольку у меня есть возможность заглянуть в эту жизнь настолько, насколько он готов ее показать. Я говорю с ним о нем. И это очень круто сказано, вот находит отклик в людях. Поэтому рекомендую, рекомендую, как главный секрет на этом успехе, раз уж на эту тему мы сегодня заговорили, индивидуальный подход к каждому человеку. Разные вебинары, не читайте по одними и тем же слайдам вебинары. Всегда готовьте новую школу, тогда ваш мозг будет максимально активен. Любите людей, потому что они ответят вам взаимностью. Можно миллион раз сказать, я тебя люблю, но люди чувствуют. Понимаете, любовь это не слова, любовь это действие. Можно обмануть любого человека, себя не обманешь, правда? Если вы любите людей, люди это чувствуют. Вы можете даже не признаваться им в этом. Если вы не любите людей и говорите им о том, что любите, они это тоже чувствуют. Вы можете бесконечно долго говорить, что все классно у нас получится, но они всегда чувствуют руку помощи, поддержки, заинтересованность, тотальное влияние вашего в судьбу. Это третий секрет. Ну и последнее. Проповедуйте то, что вы делаете, и делайте то, что вы проповедуете. Я люблю эту татуировку менеджера. Есть такая книга, очень рекомендую почитать, называется «Татуировки менеджера». И один из главных фундаментов, наверное, этой книги, автор говорит о том, что нужно проповедовать только то, что ты делаешь. Нельзя от людей требовать того, что ты никогда не делаешь сам. Нельзя ждать от них регистрации, если вы не делаете. Нельзя ждать от них продаж, если вы не продаете. Нельзя говорить «проведи, приведи, пригласи, подпиши, расскажи, научи», если ты это не делаешь. Если ты это делаешь сам, ты об этом говоришь. Тебе не нужно готовиться и придумывать. Ты об этом можешь говорить в любое время. Правда? Поэтому я желаю вам ваших принципов внутренних, чтобы они были в бизнесе и в семье одинаковыми. Я желаю вам бесконечной любви, потому что и семьи, и ваша команда это чувствуют. Я желаю вам здоровья в новом году. Я желаю вам сложных переписок, сложных людей, потому что чем тяжелее подписать человека, тем легче потом с ним работать. Чем легче зарегистрировать человека, тем сложнее с ним потом работать. Ему каждый раз нужно объяснять новый функционал. Он будет смотреть на вас, как вора на новые ворота, и думать, что вы ему этого не говорили. Ну и я желаю вам новых директоров в следующем году. Столько, сколько вы заслуживаете. Столько, сколько вы себе наметили, нацелились. Жаль, что нет возможности провести больше времени по бизнесу. Я бы ответила на ваши вопросы с удовольствием поделилась бы опытом. За 18 лет работы, независимо от того, какую методику мы применяли и пропагандировали, мы одни из самых открытых, наверное, людей. Потому что у успеха нет тайн. Ты не можешь ничего скрыть. Если это приносит тебе результат, об этом должны знать люди. Нет секретов. Понятия секрет нет. Начните делать, и вы поймете, что нельзя тайком рекрутировать. Нельзя, ну, невозможно скрыть то, что является, то, что на поверхности. Понимаете? Нельзя. Нет секретов. Работать нужно. Все. Начнете много встреч проводить, вы поймете. Когда вы будете спать по 4 часа в день, как я. Когда вы будете не спать по 4 часа, как я. Когда вы будете успевать или не успевать, там, накормить, полечить ребенка, потому что есть запланированные встречи, поездки. И я только сегодня ночью Наталья Саковна написала, если бы я не обещала, если бы я не обещала тебе сюда приехать в Казань, я бы ни за что вчера не выехала в дорогу. Вот ни за что. Я клянусь вам. Потому что семинар был, я 4 часа отстояла, отработала. Потому что ребенок младше у меня лежит в больнице с няней. Потому что старший ребенок лежит с температурой. Все думали, заряд. Одной мне некогда болеть, потому что в Челнах по пути у нас была встреча 2-часовая. Мы останавливались. Потому что Ирик лежит 40 температур. Я везу труб в машине. Я еду первый раз в жизни за рулем Volvo XC90, который я не умею управлять. Потому что Куран, ночь на дворе, час, два, три, я рулю иду. И думаю, нахрена тебе этот героизм обидный? Ну я правда так думаю. Вот оно мне надо. Скажите, вот оно мне надо. И что делать нечего, да? И сама с собой я приехала в отель. Я говорю, может водки хоть выпить, рюмку легче стали. Легче не стало, потому что мы стали разгружать машину и обнаружили, что мы забыли дома. Платье, пол, смокинг, бабочку, туфли. И я сказала, ну и пусть все думают, что я всегда хожу в делаловую. Это в том, что я провела вчера два семинара. Прорулила на 6 часов в дороге, проспала на кровати, утром встала, сдала всю химчистку, почистила, пришла на банкет. Вот. И тут не успела. Но я не могу закончить свой с пищей, если не расскажу вам про машину. Я должна вам рассказать. Две минуты. Не буду смешно рассказывать, расскажу факты. Я первый раз села. Да, у меня, во-первых, нет прав у меня, я их потеряла. Нет, не страшно. Я за 18 лет стажа ни разу не платила штраф, ни разу в жизни. И не буду. Я только сейчас с Алексеем Юткевичем говорила, слишком дорого мне даются деньги, чтобы так легко с ними расставаться. Я буду делать все, что угодно, но я никогда не отдам ровно заработанные деньги. Я притворялась глухонемой, я падала, я делала эпилептические приступы, я начинала брать, я делала все, что угодно, денег я не отдаю. Ладно, я без прав, сажусь за Вольво. Ну, во-первых, кто-нибудь делал тест-драйв на Вольво Икси 90? Ой, это же космический корабль, дайте я вас чуть-чуть потравлю тоже. Ничего нет, ни одной кнопки. Какой бы, что только мой муж мог выбрать. И iPad встроенный, в котором все там пишется и делается. Я рулю, она не рулится, понимаете? Я еду, я говорю, Хафизов, просыпайся, она почему-то, я рулю налево, она направо. Она говорит, ты переезжаешь в пунктирную линию. Она настроена на выравнивание дороги. Она думает, что ты уснула и съезжаешь с дороги. Я реально хочу... Он говорит, пока ты поворотник не включишь, она не даст тебе повернуть. Понимаете, она на полосу, за полосу не выезжает. Я говорю, вообще. Классно, чувак? Классно. И это очень ненормально, когда ночь на тебя в руках, ты руль туда, машина туда. Я говорю, не спи, не спи температурную, не спи. Ладно. Пристройся, говорит, за ближайшие машины, нажми вот на эту кнопку, она будет выдерживать круиз контроля какой-то, там настроенный. И будет машина разгоняться, и наша будет разгоняться. Тот затормозит, и ты. И говорит, на кнопку нажми ноги, сложи лотосом. И расслабься, сиди в своем инстаграме. Я нажала с дурей башки на эту кнопку. А этот дурачок на Мазде 140 разогнался, а я не могу остановить. Это мой любимый, я говорю, Эрик, вставай, наедет за ним. И он на обгон, этот на обгон, этот останется, тормозит, тормозит. Ладно, в общем, нельзя экспериментировать. Потом вдруг, я вижу на лобовом стекле загораются какие-то дорожные знаки. Она считывает каждый дорожный знак. Вдруг ты, дура, там не увидела, что ограничение скорости, и начинает проецировать и произносить вслух. Ограничение скорости на данном отрезке. Дороги 60 км в час. Вы превысили на 12 км. Ближайшие камеры находятся, через 4 км вы находитесь в лесной улике Татарстан. Добро пожаловать, Хайр-лининг, бла-бла-бла. Ладно, ладно, это еще не самое. Она глухнет. По светофоре мы уехали в Казань. Как только ты останавливаешься, режим экономии бензина. Она глухнет. Я говорю, что он говорит? Не переживай, сейчас как только ты начнешь ехать, она сама заведется. В общем, я изнервничался, осталась пристраиваться, КамАЗу пристроилась. На дорогу остановиться не можешь. Самый крутой, там есть Wi-Fi. Утри автомобиля, что меня особенно радует, на 7 человек. Так что если в 7-ром лезем, как везде, в любой точке земного шара, там есть симка вставленная в багажник, можно поймать Wi-Fi. Что у меня еще вчера я узнала про свою машину интересную? А, я не могу сбить ни одного пешехода, что меня очень радует. Даже если она останавливается, столб это, пешеход это, или кто-то, ну если вдруг он кинется, она же не может назад ехать, да? То на лобовом стекле есть подушки безопасности. В общем-то, он, вот так они откроются, его поднимут и на обочину дороги поставят. Не смешно, это называется безопасность пассажиров Вольво. И Вольво заявляет, что к 2020 году ни один пассажир концерна Вольво не погибнет в автомобильной аварии. Это еще один плюс. Кстати, ремень безопасности изобрел тоже концерн Вольво и бесплатно выдал сертификат всем автопроизводителям. Для того, чтобы мы с вами могли жить долго и счастливо. Почему я все это рассказываю? Стоимость автомобиля 4 миллиона 700 тысяч рублей. Мы получили ее ровно неделю назад по лизинговой компании от компании Reflame. По лизинговой программе. 4 миллиона 700 тысяч рублей. Это две двухкомнатные квартиры в Уфе. Ребята, я езжу на двух квартирах, понимаете? Это может быть три квартиры в Чебоксарах и 16 домов в Лапсарах. Это 4 миллиона 700 тысяч рублей. Это же охренеть можно, вы понимаете, нет? Я бы никогда в жизни не купила. Вот я сама не купила бы себе такой автомобиль. Я женщина. Я понимаю чувство мужчин, которые сидят в зале. Ну, нет возможности выложить 5 миллионов и покататься 3 года. И продать сверхтарок. Правда? Ну, Ваша. Ну, так было с первой Вольво. Так будет со второй уже стоять в очереди. Попортился у меня и сказал, все, я ее обязательно куплю. На самом деле, я думаю, что Reflame приучает нас, дарит нам правильный стиль жизни, правильное направление, поднимает нам планку, учит нас. Не только во маму. Я каждый раз говорю, я родилась обычной деревенской семье, в глухой деревне, я плохо говорила на русском языке. Я человек, который делает каждый день себя сама. Я не представляла, когда я ходила в деревенскую школу пешком по несколько километров, что я буду ужинать с Ее Величеством Королевой Сильвией. Это очень большая пропасть. Между тем, где ты родился и ел из одноразовой посуды, да, и между встречей в Нобелевском зале. Ты очень большая пропасть, между тем, как ты пешком ходил на автобусе, на маршрутке, и у тебя есть третий автомобиль в подарок от компании-партнера. И я еще раз хочу закончить свою речь тем, чем начала. Да, это может сделать любой человек без образования, связи и блата. С дичайшим желанием что-то изменить в жизни своей, своей семьи и своих окружающих ближайших. Ни от кого, к сожалению, это не зависит. Ваш спонсор может построить за вас бизнес, но он будет очень короткий, очень хрупкий и очень ненадежный. Все в наших с вами руках. Я желаю вам хороших 2017-х годов. Браво! Браво! Мы должны ответить на вас. День рождения. Интер-миновый уровень.